Седьмой класс, 28 серия. Прямоугольная система координат на плоскости. Две взаимно перпендикулярные прямые выбраны направления. Начало отсчёта задаётся длина единичного отрезка. Две перпендикулярные прямые делят плоскость на четыре части. Говорят, координатные углы или координатные четверти. Это первая четверть, вторая, третья, четвёртая. Понятие функции. Формула пути. Пройденный путь – это скорость умножить на время. Чем больше время, тем больше пройденный путь. Значение S зависит от времени. T – независимая переменная. S – зависимая переменная. Или функция. Функция задаётся формулой, таблицей или графиком. На рисунке график движения. Давайте рассмотрим функцию y равен kx. Графиком этой функции является прямая, которая проходит через начало координат, через точку с координатами 0,0. Если коэффициент k – число положительное, то прямая в первой и третьей четверти. А если коэффициент k – число отрицательное, тогда прямая во второй и четвёртой четверти. Повторим неопределённые уравнения. Мы рассматриваем линейные неопределённые уравнения с двумя неизвестными – x и y. Как правило, вопрос звучит так. Найдите натуральные решения или найдите решения в целых числах неопределённого уравнения. Давайте попробуем найти хотя бы одно целочисленное решение для каждого уравнения. Первое уравнение. Решение легко угадывается. Если x – 1, y – 1, 2 плюс 3 – 5. Итак, частное решение – 1, 1. Второе уравнение. Тоже легко угадывается частное решение. Если x равен 2, а y – 1. Равенство будет верно. То есть частное решение – 2, 1. Третье уравнение. Если x равен 1, а y – 2, равенство будет верно. Значит, частное решение – 1, минус 2. Так, давайте рассмотрим такие уравнения. Имеют ли они целочисленные решения? Здесь целых решений нет, потому что левая часть, значение этой суммы, число учётное, делится на 2. 2 делится на 2, 4 делится на 2. Значение их суммы делится на 2, а 9 на 2 не делится. Будут дробные решения, но целых, целочисленных решений нет. Так, второе. Левая часть равенства, вот значение суммы, число, делящееся на 3. А 8 на 3 не делится. Значит, целочисленных решений нет. Так, здесь левая часть делится на 4, а 13 на 4 не делится. Значит, вот эти уравнения не имеют решений в целых числах. Давайте рассмотрим однородное уравнение. Ах плюс быу равно 0. Так вот, однородное уравнение имеет бесконечное множество целочисленных решений. И все целочисленные решения задаются вот такими формулами. То есть это значение х, а это значение у. Н целое. Давайте рассмотрим вот такое однородное уравнение. Если с равно 0, значит, это уравнение однородное. Оно имеет бесконечное множество целочисленных решений. Как найти? По формуле. Значит, b – это коэффициент при у, умножить на n. А здесь минус а. А – это коэффициент при х, умножить на n. И, зная вот эту формулу, можно назвать вот столько целочисленных решений, сколько нужно. Например, надо назвать три целочисленных решения. Задаем n – 0. Получаем 0 – 0. Если n принимает значение 1, значит, подставляем формулу, получаем 4 минус 3. А если n – 1, получаем минус 4 плюс 3. И при подстановке в уравнение получаем верное равенство. Задача первая. Сколько натуральных решений имеет данное уравнение? Данное уравнение натуральных и вообще целочисленных решений не имеет. Потому что значение суммы слева – число, делящееся на 5. 36 на 5 не делится. Значит, натуральных решений нет. Задача вторая. Имеет ли уравнение решение в целых числах? Да, имеет. Например, если х равен 1, х1, а у равен минус 1. Равенство будет верно, потому что 3 плюс 4 – это 7. Вопрос имеет ли? Ответ – да, имеет. Например, 1 минус 1. Задача третья. Решить в целых числах однородное уравнение. Значит, однородное уравнение имеет бесконечное множество целочисленных решений. Вот этими формулами задаются все решения целочисленные, где n целое. Давайте запишем. b – это минус 6. Значит, значения х будут минус 6 умножить на n. Так, а теперь минус а, значит, минус 5 умножить на n. Где n – целое число. Все. Уравнение решено в целых числах. Если нужно назвать, допустим, 5 частных решений, значит, мы задаем разные значения n. Например, n равно 0. Получаем частное решение 0,0. Допустим, n принимает значения плюс 1, минус 1, плюс 2, минус 2. И получаем вот столько целочисленных решений, сколько необходимо. Субтитры создавал DimaTorzok